Вот, я ответил. Да, да. Меня не видно. Семен, покажи здесь. Что тут? Моего лица не видно. Что-то не видно. Что-то не видно у вас. Минуточку. Вот. Видно, да? Видно. Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром. Я звонил вам сегодня по телефону, вот, недавно. Вопрос у меня такой. Может ли через экстрасенсы Господь проговорить? У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю. Господь делает так, как ему угодно. Как угодно. И поэтому экстрасенсы, или кто он такой, мы знаем, что наступил момент, когда Моисей стал показывать чудеса. И они показали тоже свои чудеса. Он сделал, чтобы палка сделалась змеем, жезл. И они бросили, но их оказались слабее, он пожрал. Иногда Господь берет даже животное. В житиях есть там через птицу. Открывает им уста, и они, это рот, говорят по-человечески. А как это может? Не знаем, как это так. Так Бог делает. Вот были раньше это время Сибиллы. И они изрекали иногда пророчества, которые говорили о пришествии Христа. Мы не должны им слушать, даже правды говорят. Но и бывает иногда так. То есть иногда может сказать. Да, меня человек попросил, его в 12 лет повели к экстрасенсу. Там, говорит, иконы Христа были, портреты Христа, молитвы. И вот, значит, она его усадила, ему лет 12 было. И она принимала, вроде как лечила людей и так далее. И она сказала ему, тебе святые дали взбучку, и у тебя большое будущее. Вот сейчас ему 32 года, а никакого не будущего, ничего, жизнь разрушена. Жизнь разрушена, говорит. Ну, значит, лжет, не надо слушать. Это ложь, да? Ложь. Была такая одна прорицательная, и говорила правильные слова апостолам. Она шла за ними и кричала, эти люди, рабы Всевышнего, их слушать надо, они возвещают путь спасения. Павел молчал, а потом говорит, дух, выйди из нее. А она этим прорицанием приносила доход своим хозяям. Ну, это 16 глава, деяния апостолов-то. Ну, и они как поднялись на него, Павла-то арестовали, и дальше что он претерпел? Можете прочитать. Даже правду говорит. Да почему нельзя? Потому что, когда Павел уйдет, она, раз вызвала доверие, она будет говорить по-своему. Ходить к эстрансенсам категорически запрещено. Я не об этом говорил, а о том, что иногда бывает. Угу, угу, понятно. Возьмите, вот, Вольф Мессинг. Он кое-что видел, знал и предсказал войну, и даже день, когда будет День Победы. Да, у Вольфа Мессинга много было вот этих драм, так сказать. Откуда это вот интересно, Мессинга? Откуда это у него было? Так откуда? А что касается, что убийство? А дьявол, человекоубийца и лжец. Евангелие от Иоанна 8,44. И поэтому он это знает, он это делает, он знает, когда убить. Он не предсказал, когда он покается. Это от него не зависит. Вот, я вот был в Латвии, ну, и там, у кого я обратился, там, Евангелие дали. У них, говорит, пропал ее брат. Брат пропал. Пропал, пропал, где-то он работал в порту. Ну, и тогда они пошли к какой-то там прорицательности, ведьме, такая, как Ванга. И она начала им гадать. Тоже что-то с сахаром связано, кусочек сахара вроде было, чтобы... Вот. Ну, и они сказали, она говорит, он находится в порту. Так нету в порту его, говорит, уже два месяца его нету. Нет, говорит, он в порту. А больше ничего не сказала. Ну, она тогда, говорит, а показать можешь? Она говорит, я могу, тебе страшно будет. Она, видимо, сама знала. Ну, как та Аэндорская ведьма-то вызвала Самуила перед смертью царя израильского первого Саула. И здесь также она показала, что идет гулянка какая-то, он там сидит, и больше она ничего не могла показать. Это, говорит, последнее. И правда, день или два выходил, корабль отходил, винтами как вода-то пошла вниз, это ударил, и его сорвало с него, на нем были какие-то там привязанные тяжести-то, и он всплыл. А одна верующая узнала, и этого нельзя делать, но она пошла узнать. И она, говорит, вот такое-то вот вы могли бы показать. А она саду раз посмотрит, говорит, нет, нельзя. А почему? Он говорит, у нас не числится. Он живой. Нет, говорит, он умер, умер. Ну, как умер? Так, подожди, он, может быть, христианин был? Она говорит, да. Так, а у Бога они все живы. Мы над ними власти никакой не имеем. И показать я тебе не могу. Вот это я то, что слышал в первый день. Ну, вот другой вопрос, Игнатий Тихонович. Вот вы, как вы относитесь, вот поступать в семинарию или нет, в духовную, православную? У меня один знакомый был, у него брат уже был священником. Ну, и он тоже пошел, закончил семинарию, и мне оттуда пишет письмо. Что мне делать? У меня сейчас, говорит, два пути. Один пойти уже на приход священником, а другой поступить в академию. Я говорю, Олег, да ты не сомневайся, иди обязательно в академию. А почему? На четыре года позже начнешь бабок мучить. Ага. По крайней мере, ты там один пока будешь. Так и это. На священника пойти, если это его призвание, он и спрашивать не будет. Пойти не пойти. А какие они сейчас? Они вот, тут был тогда епископ Максим, сейчас Сергий, митрополит. Отношения у нас были совсем нехорошие. Ну, преследовали нас они. Мы выходим из Покровского собора, прощенное воскресеньем. Последнее. Завтра уже начинается Великий пост. Все просят прощения. Все, мы вышли. А у нас с собой маленькие были бумажки, тогда еще даже определенно не было. Отпечатали наш сайт. Кроме сайта ничего не было. Написано там 3W.narod.ru. В это время выходят семинаристы. Семинаристы. И с ними священник. А который давал Игорь Добунов. Ну, ему 40 лет, борода такая, одетый подрясник. Он, чтец. И подходит. Ты что тут борода делаешь? Желторотая. И начали на него. А он стоит, седая борода где-то. Ну, в дети ему годятся. То есть священник ничего не говорит. Прощен воскресеньем. Я говорю, а вы чем? Хамят, чем вам помешали? А тут наши сестры стоят. И они видят, что мы подходили сейчас все. Прощались, получили благословение. То есть наглое-наглое. И поп стоит, молчит. И когда мы после встретились у Максима там в епархии, я смотрю там, у него там отличники. И вижу там как раз один или два, которые, фотография у него висит. Я говорю, это кто? Да это наши семинаристы. Я говорю, это волчатники, волчата, которых вы взрастили. Я вот этого знал. Говорю, он нормальный парень был. Пока не поступил в семинарию. Вы его сделали таким бесчувственным и жестоким. Как Месала в кинофильме Иуда Бенгур. Говорит о Месале. Таким не был. Его Рим таким сделал. И это тоже, я говорю, это вот ваше. С чего вы их учите? Ни смирения, ни порядочности. Ничего нет. Вот. Но я не говорю о всех. Но то, что вот здесь было. Вот. Так что... Ему не прибавляет эта честь. А он сразу начинает возноситься. Этот дикий снобизм душит их. Быть священником надо прочитать шесть слов Иоанна Златоуста о священстве. Это он умер в 407 году, в пятом веке только. И вот это можно в интернете зарядить и в гугле, что слово Иоанна Златоуста о священстве. И вот будешь соответствовать, вот эта программа там дается-то. Почему Златоуста, когда хотели рукоположить, он бежал? Меня неоднократно предлагались там, прям гоняли за мной епископ, чтобы сделать священником, чтобы я поехал в Америку, уже был в сане. Я говорю, ни под каким видом. Это не мое. Брат у меня протеерей. Это не мое. Даже сидели мы за столом, беседовали. Метрополит. В Синодии были в Нью-Йорке. И священники, и там, и пископы, чтобы меня рукоположить. Я говорю, никогда. Почему? Где-то будут двери закрыты. Я от народа как бы этой рясой отделен будет. Метрополит выслушал Виталий и говорит, наверное, так и будет. Так что оставайся, как ты есть. Вот и все. То есть, ответить он должен сам посмотреть. Если он думает быть благовестником, быть тружеником, как у Виктора Гюго говорится, дверь врача не должна запираться. А дверь священника должна быть всегда открытой. Вот тогда будет видно, что он стал это пастырь. Это защитник. А не просто так. Сылуйте мне руку. И отдайте деньги. Он пишет, сколько священники на машине там разогнался. Двоих сразу задавил. Двоих. И стоит пьяный, щерится там. И сколько это уже таких случаев было. Не приведи Господь даже и говорит. Ну, это открыто показывает по интернету. Как кто-то не угодил, они вдвоем его там прижали к ограде и долбят, бьют его. Весь мир это видит. Священник – это служитель. И у него есть льгота, у священника – в отпуск не ходить. Больной, не больной, идти надо на службу. Ты не можешь. Ты совершенно изнемогающе. На ногах не стоишь. Ты обязан пойти. Вот какая ему льгота дается. Пренебрежь всякой болячкой. Тебя ждут люди. А потом уже определишься, как. Так вашему товарищу, вот так и подскажите. Готов ты или нет. Как Андрей Кураев говорит. Вот в монашество постригаются. Вот, ну, куда ты идешь-то? Ты знаешь, что там будет? Вот давай. А так, когда постригает архимандрит или епископ, ножницы бросит, а они там по кафельному полу, дескать, не хочу тебя. Ну, это уже сцена такая. А этот ползет прямо на животе. Ножницы берет в руки, ползет. Постриги, владыка. Он снова ножницы до трех раз бросает. Вот, говорит, я тебя постриг. Дальше. Имения у тебя никакого нету. Ты должен все сдать. И дальше перечисляет. Право у тебя никакого нету. Я себя буду жилы тянуть. Я буду над тобой что угодно делать. И выгоню из монастыря, не представляя никакой причины. И ты бомжом будешь шататься. Так, точи ножницы, постригу тебя. Тут назад нет. Ну, так ты сначала узнай, что там есть. Что делается. Это Андрей Кураев говорит. А он-то это знает не понаслышке. Так что великое это дело, очень великое стать священником настоящим. Это такая редкость. Если будет гонение, они первые пойдут под меч. Да, вот насчет Божьего предопределения. Оно есть, Божье предопределение? Очевидно, так. Вот, когда еще написано, не родились, двойняшки были. У Исаака. Порез, Порез. Господь говорит. Якова я возлюбил, а Исаава возненавидел. А Исаав первый родился. В утробе двое. Не родились, не родились. Ясно, что ничего не сделали. А Бог уже говорит. Вот Иосиф, когда был, 11 и 12 братьев было. И говорит, ему было сказано, что сны были показаны, что все братья ему поклонятся. Они его возненавидели за это. Ну и чуть не убили его. Продали в рабство в Египте. А он стал премьер-министром потом там. И они приехали голодные пшеницу покупать. И все поклонились ему. Почему? Да. Так что, конечно, не такое, как она там, сыганка, наворожила Пушкину, что вы погибнете от человека, одетого в белый костюм. Ну, а там офицер это Дантес. А что это ему дало? Боялся все время белого костюма? Нам зачем это знать? Если есть, Господь указывает. Ныне же будешь со мною в раю. То есть ты умрешь, душа пойдет в рай. Да. А вот у того человека, который, я говорю, к экстрасенсу ходил, он просто спросил, у него ни скайпа нет, ничего. У него вот после того, как жизнь стала разрушаться. Вот 32 года жизнь стала разрушаться полностью. Не знает, что делать вообще в жизни. Как это? Если он верующий... У верующих вот так не бывает. Жизнь начала разрушаться. Это слова не христианские. В любой обстановке. Нас от любви Божьей ничто не отлучит. Чем мне будет труднее, тем выше награда. Что значит такое? Жена ушла, дети погибли. Руки оторвало ему. Это никакого значения не имеет. Я со Христом. И поэтому победа всегда на нашей стороне. А большинство там, где Бог. Ему вторую группу инвалидности дали. Ничего не значит. Я вот вам, если вы не знаете, лежит парализованный. 14 лет. Сергей Козлов. Он прыгнул, когда в воду-то. 7 позвонков у него разбитых в дребезге. 14 лет. И какие таланты у него. Это даже не выскажешь. У него прозрительность есть. Молитва. Он совершенно недвижимый. Иконописец какой. Вот так все равно. Только плечевой вот здесь маленько движется. И все. 14 лет. Не поворотеется, ничего не может. И говорит, я счастливый человек. И парализованный во славу Христа. Вот как он подписывается. А как вот волю Божию о себе узнать? Волю Божию. Вот свое предназначение. Есть же оно у каждого человека. Где-то вот предназначение его есть. Правильно? Так сказать. Вот человек предназначение имеет. Он как-то чувствует, видимо, есть это. Не, ну, Бог же как-то хочет видеть. У него же какой-то план есть о человеке. Он хочет его видеть. Вот каким ты хочешь меня видеть, Господи? Вот каким? Кем ты хочешь в жизни видеть? Он кем-то же видит, если человек идет по его замыслу. Хочет идти. Это, знаете, можно ошибиться. И все-таки человек бывает чувствует это. Вот выступал тут один и говорит. Я уже знал, даже в студенческие годы, что буду заниматься не морковкой на грядках. А кто ему ответил это? Вы знаете, о ком? Борис Николаевич Ельцин. Откуда ему это было открыто? Я не знаю, но он так пишет. Интересно. Так, Володя. Володя. Вот эту бумажку дай-ка вон там. Вот это из газеты. На, прочитай. О, это не это. Там газетка маленькая такая лежала. Там, посмотри. Прям такой же обрывок вроде как. Вот, наверное, внизу она. Ну, вот. Иди сюда, прочитай. Тут про Путина написано как. Ну, вот отсюда. Прочти вот этот вот маленький абзацик. Вот это. Это он сам Путин говорит. Вот послушайте. Он когда прощался... На выше возьми, кто он? Владимир Путин посетил Всероссийский молодежно-образовательный форум Таврида в Крыму и в ходе общения с активистами рассказал о, в частности, о своем последнем разговоре с писателем Даниилом Граниным, которому президент в июне вручал госпремию в Петербурге. Ну, вручил премию, да и пошел. Но он очень внимательный Путин. И смотри, как он увидел, что. Кавычки открыты. Он когда прощался, на меня смотрит как-то так внимательно, вопросительно. Внимательно, вопросительно. Владимир Владимирович увидел. Я дошел до двери зала, где проходил... Всего охраняют охранники. Путин пошел туда уже в коридор. Я около двери вдруг остановился и назад пошел к нему. Он что-то мне хотел сказать. И за ним охранники опять потянулись. Я дошел до двери зала, где проходила церемония награждения. Потому что потом подумал. Нет, что-то не так. Что-то он мне хотел сказать. Развернулся и опять к нему подошел. Он сказал, да, хотел бы с вами поговорить, когда у вас будет время. Я сказал, у меня никогда времени не бывает. Но сейчас здесь я с вами. Давайте пойдем поговорим. Накрыли чай. Поговорили. Через несколько недель он ушел из жизни. Умер. И одна из тем, которую он поднял тогда, как не включаешь телеканал или интернет, не залезешь. Видишь только одно. Кто украл? Сколько и каким способом? Невозможно смотреть уже. Это говорит Гранин. Поделился президент. Ситуацию стараются изменить к лучшему. Но в современном мире сложно поток информации профильтировать. Профильтровать продолжил глава государства. Ну понятно. То есть посмотрите. Вот про Путина кто это знает сейчас? Положи туда. Что он по глазам определил, пошел, простился. Нет, он что-то хотел сказать. Что-то... Это очень внимательный человек. А не потому, что он полковник КГБ. Это у него что-то такое внутреннее есть. Я никакой не путинист, никто. Ну неужели непонятно, что так просто не бывает это. Поговорил, разошлись, до свидания. Вот это сильно показывает, что надо о нем молиться. Чтобы он почаще глаза людей видел. А то депутата получает 300 тысяч. А у меня 35 лет стажа, примерно сказать. И только 7 тысяч. Пенсия. 7 тысяч. А то уже добавили сейчас. Да. Вот такой еще вопрос. Вот тот человек, который к экстрасенсам ходил, его инвалидность дали, стал попадать в психиатрическую клинику. Инвалидность дали второй группы. И не знает, вот 32 года, и не знает, что делать. Пенсия 7500, и не знает, что делать. Так, а что теперь? Почему он попал туда? Что у него до этого было? Он, говорит, бесновался. А с чем связано это беснование? Из церкви ушел. Из православной. По сектам стал ходить. Ну, да хочу удивляться. Там бесовщина сплошная. Куда от церкви пойдешь? Это корабль. Тут благодать. Священники. Ты не гляди там, кто как поступает. Ты сам трудись для Бога. Священники имеют власть прощать, отпускать грехи. А он пошел там всех, так-то ничего этого нету. Они, ну, никакие. Они самозванцы. Ага. Ну, вот Даниил Сысоев говорил, что шизофрения – это действие сатаны на душу человека. Как вы к этому относитесь? Ну, понимаете, вот так вот однозначно сказать-то. Врачи не могут определить, что такое шизофрения. У нее там столько разных сортов, конца края нет. Извините, извините, перебил. «Мастера Маргарита». Вот его называют, вот эта книга, вот и роман Булгакова Михаила Афанасьевича, и фильм вот этот вышел «Мастера Маргарита», старый, новый, с Ковальчук, с Басилашвили. Вот его называют «Евангелие от сатаны», «Мастера Маргарита». Это взгляд сатаны на Иисуса Христа. Он же в конце сказал Понтию и Пилату, когда они по солнцу пошли, а что, распятия, говорит, не было Понтия и Пилат? Философ говорит, распятия не было, тот говорит, нет, не было. Вы слышали это, да? Ну да. Смотрели, читали. Это же, это правда, оно вот я прочитал, просмотрел фильм, но это поразительно, это действительно как какое-то «Евангелие от сатаны». Вы об этом слышали, что это «Евангелие от сатаны»? Нет, я, я, ну как что, «Евангелие» – это благая весть. А у сатаны, ее благой вести у сатаны нет, у него только гибель и ложь. Да, ну то, что это, роман вот этот, многих соблазнил, правильно? Не знаю, ну как он соблазнил? Ну, ты считаешь, как сказку. Вот возьмите рассуждение о смерти, когда Волан сидит с Берлиозом, ну, безродным Иваном, и говорит, что смерть, ну да, да. Но самое-то главное, не то, что она так приходит, но она внезапно была, внезапно, смерть эта. Человек не может приготовиться даже. Ну, Басилашвили там играет его. Ага, да. Ну ладно, Игнатий Тихонович, пока вопросов нет больше. Ну, а что сказать этим людям, которые заболели там психиатрическое, да ничего не помогают. Бог силен, надо молиться, и Господь усмотрит. Я не знаю, в такие годы, у него уже были женщины, может быть, были. И это вот сильно содействует духу блуда. Теряет рассудок люди. У меня один стоит, я видел, в Покровском соборе стоит, позевнет, главное, вот так вот рот перекрестит, а потом ухо... Ну, вышли на улицу, то я с ним заговорил, его Анатолия звать. Я говорю, а что у тебя? Да вот такое есть, и там его дергает. А когда пошло? Ну, когда, я, говорит, изменял там жене, говорю, ты во время блуда в акте. Совокупление. Я почувствовал, как у меня тело вздрогнуло, и как кто-то вошел в меня. И сейчас я уже ничего не могу сделать. Одна бабка там сильно, небольшого роста, во Фрунзе я был, и кричит. Как только Евангелие выносит, она вопит стоит. Я тоже вышел с ней, поговорил, я говорю, а сейчас с вами? Я была учительницей, я любила наряды разные. Ну, и в шкафу у ней платья-то висят. И она залезла, и он там в нее и вошел. И она из шкафа не может вылезти. То есть на третьи сутки, что ли, ее только нашли там. И теперь орет. Ну, двери-то открыты сатане были. А ты крепись. Конечно, и с верующим бывает такое. Господь допускает. Это мы считаем первый том Иоанна Златоуста, письма к Стагирию. Там был монах один, и забесновался вдруг. Бесноватый прям стал. А он губернаторский сын там был, там поднялся отец. Дескать, таким он не был. Это вы его шизофреником сделали. Ну, понятно. Златоуста говорит, Бог допускает. Для большей славы своей. Иные говорят, что если человек крепко верит, то с ним этого не будет. Это не так. Это не так. Могут как Иову, да, быть? Да. Да, именно там тело души только не трогай. А именно душу Господь дает терзать. Иоанн Златоуст говорит об этом. Конкретно было. И этого болящего. Его, говорит, на вершины гор заводили там к монахам, где самые такие уж отшельники. Иоанн Златоуст написал молитвы на изгнание бесов. Их сейчас считают эти молитвы крещаемым. Еще ему не помогло. И он делает отсюда вывод. Это провидение Божия тебе. Это твой крест. И должен нести и благодарить. Не приведи Бог только. Даже подумать об этом. Меня тут, когда психиатрии-то держали, когда я обратился-то, я это все знаю. Там какие на меня нападки были. Закачивали там такие банки. У меня тело раздувалось, ноги. И все время врач придется шприцом. Дадим укол. И ты будешь, скажем, сошел с ума. А потом уже, когда там... 26 лет меня преследовали. А потом полная реабилитация и злоупотребление советской психиатрии. Как Никипелов пишет, там, институт дураков. Институт сербского как есть. Я это все испытал. Ничего страшнее нет. Я что угодно отдаю, только разум сохранить. Разум. Я всегда молился, и они ничего не могли сделать. Никак. Ну и что-то сделали, чтобы... Если я выпью хоть раз, то уже назад не вернусь. Да, главное, зима. Я работал на подвозке селоса, там, сена. Ну, морозы под 40 градусов. Я захожу в избу, и бетонщик стоял с молоком. Молоко застывшее. Я ножом так расколочу, и сам с улицы, с мороза это пью. Даже вообразить нельзя. И я не заболел ни разу, ничего. Во мне как огонь какой горел. А потом уже... Вот у меня книга «Из-за слова Божия нет уз». Там еще раз, когда судили, отправили, и называется «Криминальная психиатрия» в Новокузнецке. И уже все, ничего нету. Это ничего не было. Это все злоупотребление. Ну и судили. Ну, дураков-то не судят. Их стараются там где-то как-то отмазать. Так что... Это страшное дело. Не приведи Господь. Ну, Господь все равно может восстановить, да? Как и у Бога. Конечно. У Бога все возможно. Мне вспоминается, один человек там был в таком же доме. И туда пришел служитель Божий и стал проповедовать. И потом подошел мужчина один и говорит, а вы Богу-то молитесь? Он говорит, конечно. А вы Бога благодарите, что у вас разум есть? Я, говорит, подумал, да в молитве вроде такой нету. Благодарите. Я тоже не думал. И одна же ночь, и вот такое случилось. Теперь я благодарю Бога. Вот мы все время говорим, благодарю Тебя, Господи, что жизнь продлил и разум сохранил. Дай нам, Господи, обнаружить и умножить таланты, дарованное Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Тут все понятно. Вот я молился 37 лет. У меня тут очень, очень богат, богатый сайт. Почти 50 книг аудио моим голосом насчитаны. Но они на сайте стоят, я не могу понять, кто заходит, кто ПДФ, не в той форме там подать. И вдруг почти одновременно пришли 4 человека. Один из Америки. И они теперь, ну сколько они там, за 2 месяца, наверное, растребушили у меня весь сайт. У меня новых роликов, только они, то это, Архипелаг ГУЛАГ, Библия, Златоустов, 3400 роликов новых еще будет оттуда. Каждый не меньше полчаса. Вот такое сокровище. Таких богатых людей. Книга не просто так, он сделал книгу. Ну, пришлось первое, корочка, свет открывается, сама книга листается и звучит музыка. Остановил, дальше слушай. Считай, перелистнет. На все книги сделали вот так. И на все аудио насчитанные все сделали видеороликов. И уже выставляю я сейчас. Каждый день выставляю по 10 роликов. Вот как. Вот Господь Иисус Христос сказал, истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые я творю и больше сих сотворит, и больше моих сотворит, потому что я к отцу моему иду. Вот. Это получается, верующий, как вот верующий, больше меня дел сотворит, больше меня, чем я, я к отцу ему иду. А в конце Иоанна, Евангелия от Иоанна, написано, что столько Господь сотворил, что самому книгу не ввести написано в книге. Вот. И как же это, как вот парадокс этот понимать? Ну, что имеется в виду сотворить? Сотворить чудо, воду в вино, сейчас такое чудо, и вся страна зальется вином. Какие чудеса. Речь-то идет о спасении. И больше сотворите. Почему? Потому что тогда еще Дух Святой не был на земле. Господь говорил, было 12 учеников, и все отошли. Он говорит, не хотите ли вы уйти 12, за 3 года 12. А когда Дух Святой сошел, Петр говорил проповедь, и 2000 сразу обратилось, но 2012, это же разница. Речь идет о спасении. Дальше Петр говорит, проходит время, хоть 3000 обратилось, уже 5000. А у Христа за 3 года только 12. То есть сойдет Дух Святой, и сердца людей будет раскрывать. Впрочем, не вы, но Дух Святой это сделает. Через вас. Это вот так. Меня частенько спрашивают, вот вы беседовали с человеком, мы с ними раз беседовали. Почему он именно от вашего слова обратился? Я этого вообще не знаю. Мне вот сколько пишут, и Духовный Отец, мы от вас родились, мы с ваших сайтов, там Ютуба не уходим. Я ничего не знаю. Мы только молимся, и все. Благодарю Богу. Кстати, вот этот человек, который просил меня поговорить, он именно с вами поговорит, потому что он говорит, что когда он прочитал ваш Новый Завет с комментариями, там, что вот все протестанты идут, проповедуют, а в церкви такого нет, и он как-то, а вас, вы ходили к баптистам, там и туда, и он начал по сектам ходить, и потом я от церкви подошел, и так далее. Вот. Но он вас не винит, конечно, ну просто говорит, что вот Игнатий Тихонович как бы меня подбил на это, чтобы я... Каким образом подбил-то? Я чего ходил-то? Я пошел на поле, я на поле пошел, допустим, я пошел на поле трудиться. Я ходил к баптистам, так я проповедовал, сколько баптистов пришли, они у нас в общине есть. Он-то ходил, кто пришел? Православие. Понятно. Ну понятно. Я ходил, я тоже ходил. Один ходит в магазин, что-то накупил и отнес бедным, а другой пошел в этот же магазин, купил водки, нажрался и лежит. А вот он меня соблазнил. Как это может быть? Он не говорил соблазнил, а просто, ну, он говорит, надо это пройти просто ему, ну, понятно. И еще такой вопрос, он говорил, вот вам бы, если бы было 32 года и вторая группа по психиатрии, что бы вы делали? А у меня она и была вторая группа в этом же возрасте. Была, да? Ну, конечно. Меня же на группе и держали 26 лет. И ничего, ничего, я понял, что это от Бога. Я готовился, что, в Институт иностранных языков, МГИМО, в Москве, не просто иностранных, а при Министерстве, там, это, иностранных дел, вот. Но Господь меня остановил. И теперь я бы, куда пошел? Из-за группы, да? Вторая группа у меня все время была по психиатрии. И они только спрашивали, продолжаешь верить? Я говорю, конечно. Ну, давайте продлим еще. И все, больше ничего, никакой проверки не было. Лишь бы я никуда не делся, я тут был. Мне нигде не давали работы, только во вневедорственной охране и железнодорожного района в Барнауле. Я тут и работал. И однако, я дежурю сутки, а трое свободно. Я сажусь на велосипед и еду тут в частном секторе. У кого глина, лежит песок, вам печку сделать надо или нет? Я пещу делаю. Одному делаю, два-три человека в очередь стоят. Я за день зарабатывал больше, чем зарабатывал за месяц на своей работе. Для меня это никак не повлияло. Я продолжал работать, свидетельствовать, говорить. Ну, он утешится, конечно. Он вас любит очень сильно. Очень вас любит. Он утешится вот этими словами. Ну, а все-таки просто изучать Библию ему надо, в церковь ходить, да? Конечно. Надо молиться, соблюдать посты. Этот род бесовский изгоняется только постом и молитвой. Ни ружьем, ни ножом. Постом ничего не есть. И молиться. Как православным постом или ничего не есть? Вообще целый день. Ну, да. Усиленный пост. Следую пятницу, да? Соблюдать. Следую пятницу. Иногда накладывают пост, по неделе не едят, не пьют. Ну, как он сможет. Но только этот пост на себя не бери такой. Сначала пойди, посоветуйся со священником. Кого-то избери такое, чтобы у тебя в советниках был. Духовник, как говорят. Тут же Покровский собор, тут очень хорошие батюшки есть. Я могу назвать, даже если надо будет, кому пойти. Кому? Ну, я ему скажу, когда он придет. А, ну ладно. Кто, кто? Я скажу, что в каком храме, какой священник служит, где. И прямо к нему и подойдет. Я передам, скажите. Да, вот придет, сюда же по скайпу-то и побеседуем. Ну, у него скайпа нет. Ну, ладно. Вот сюда и пригласите его, где сами-то находитесь. Хорошо, ладно, ладно. Скажите, что я это все испытал. Я могу давать совет, потому что это моя жизнь. Если бы я не испытал, я бы еще мог сказать. А я могу говорить. Вот когда мы готовились к миссионерской поездке, у нас опыта не было. Мы все из интернета, я выписывал, печатные листы делал, тут все накопировал и переплел целую тетрадь. Какие уходи в Польше, в Чехии. А теперь мы говорим, у нас такой опыт, ни у кого нет такого, мы любому можем дать совет. Ну, от Владивостока до Лиссабона прошли, Прибалтику и Скандинавию, Турцию прошли. Кстати, Тихонович, ладно, я признаюсь, это я. Я про себя спрашивал. Вот, я про себя. Мне просто неудобно, чтобы по скайпу все видели, я про себя спрашивал. А что тут неудобного-то? Это болезнь, это болезнь. Так, вам что нужно, священника сказать? Да, 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 священника. А вы знаете площадь Спартака здесь? Ну, Дмитрий Ростовский, храм. Да, и там есть такой священник, отец Сергий. Холодков? Нет, он бывший секретарь. Беляев. Беляев. Да. Да, я, знаете, я приходил в таком состоянии, вот, я еще, видите, грешник, еще и наркотики покуривал. О-о-о. Вот, да, 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 ну я каюсь. Вот, каюсь. Каюсь, а последствия-то все равно есть, последствия-то. Ну, человек говорит, я больше так не делаю. Ну, если ты курил, то у тебя там уже отравлено все. Да. Ну, это же может восстановиться. Не восстановить никогда. Но ты должен сказать, вот, на том, что есть, Господи, закрепи меня хоть на этом. А как ты восстановишь, когда оно уже отмерли, клетки умерли? Они не восстанавливаются. Человек пил, у него ссороз печени. И никак нельзя сделать это. Но на это можно затормозить. Я бы был другой. Вот у меня в доме обратился один, он преподаватель Томского университета был, немец, минонит. А потом обратился в православие, оставил там все свои заблуждения, закончил семинарию, академию, магистр богословия, сейчас он доктор богословия. Вот. Понимаете, как? Я говорю, я никогда таким быть не могу, как он. Он всю жизнь учился. У меня, я технарь, техник, он строительный техникум, колледжем называют, заканчиваем. У меня ничего больше нету. Я просто сам всю жизнь учусь непрерывно. Вот так. Я понимаю, что вот как украшают елку. Кому-то внизу быть, кому-то вверху, каким-то огоньком быть. Я даже не пытаюсь. Он-то считает везде, говорит, это мой духовный отец, я у него тут возродился, принял православие. Я только молюсь о нем и все. Таким, как он, я не могу быть. Не могу. Он имеет грамоту в десятки раз больше, чем у меня. Но когда я о чем-то говорю духовное, он говорит, меня спасает, вас, говорит, спасает ваша безупречность. То есть, вороги вокруг меня летуют, они там кричат, а они ничего не могут сказать. То есть, они, ну, придумывают что-то как-то, чтобы оскорбить там или возобновить какое-то на меня дело. Вот в лагере я был. В один год только у меня три уголовных дела воздвигли против меня. Три. Клевета. Осенью я вернулся сюда, подал в суд и все процессы выиграл. Разгром полный был. А кто писал, московский комсомолец на Алтае, Самульсов Александр, нашли зарезанный где-то, убитый. Другого там в подъезде всего искололи. Третьего с работы выгнали. Это не я делаю, это Бог делает. Я их призывал к покаянию, они не пошли. Ну, я... Это ваше дело. Они всякие выдумки придумывали. Даже... Ну, ничего нет. В одной газете 47 раз оболгали. 47! Ну, и... У меня книга «Для слова Божия нет уст», там все это описано. А сколько ваши книги стоят, если у вас все их приобрести? Все книги? Да. 24 500. 24 500, да? Ага. Я могу вам сейчас скинуть, внизу вот сейчас закончим говорить, и я вам скину все цены. Да ладно, я запомню. Мне бы открыто в окно. Там каждая книга расписана, о чем она и как. Какой порядок? Да ладно, я знаю, я читал, я просто хочу. Ну, если что, как у вас приобрести их можно? Ну, вот сегодня только у меня заказали из Умска. Только вот сегодня. Ну, как приобрести? Там будет написано, я вам скину. Какой порядок? Первое, что вы должны сделать с книгами, ознакомиться, и указаны, где они находятся. Ну, а дальше уже все остальное закажете, сколько там пересылаете. Вам тут пересылать не надо, если рядом-то. Приехали на машине, книги получили, рассчитались, и вам за пересылку не надо платить. Да, да, конечно, да. А то на Украину посылают, там 3700 только за пересылку. Ну, вы знаете, вот у меня, я о другом теперь. Вот у меня желание есть дьяконом, я всегда мечтал быть дьяконом. Знаете, меня Роман зовут, как преподобный Роман Сладкопевец. Я же поступал в Новосибирскую семинарию, там, к Игумену Феодосию. Может быть, знаете такого, Игумену Феодосию? Нет, сейчас не знаю, там новое все, я их не знаю. Да, да, да. И вот я в Новосибирскую семинарию поступал, а он меня сразу на второй курс хотел взять. Это было лет 7 назад. У меня уже тогда психучет был, но у меня, группы не было тогда, но он закрыл на это глаза и хотел взять. Ну, меня взяли туда, я поступил. А он мне говорит, сразу на второй курс. А я говорю, я хочу с первого все пройти. Он говорит, а зачем тебе это надо? Я говорю, ну, может, в академию поступлю. Я говорю, вам же это, вы же в академии учитесь. Я хочу, чтобы с первого. И вот тогда не поступил. Потом в Краснодар к Архимандриту на Уму летал. И в Краснодаре меня в семинарию взяли. А у меня там болезнь, ну, такая телесная болезнь, немощь. И пришлось вернуться в Барнаул. Вот Господь никак не дает. Я вот сейчас не знаю, вот дьяконом, как вы думаете, остановиться на дьяконе, это хорошо, закончить семинарию? Я бы вам не советовал даже приближаться к этому. Не надо. Если это вы о себе говорите и туда именно идти, вам не надо это. Вы работаете простую работу, чтобы голова была свободная для Бога. Вы пока остановитесь на том, что имеете, чтобы хуже не было. Понимаете, что вы помните свое прошлое и скажи, Господи, путь мой завален камнями. Остановитесь. Если от Бога, то оно как-то проявится. Сами не пытайтесь, там, дьяконом или кем-то. Ты скажи, я никуда не пригоден. Стой в уголке и молись, и плачь о грехах своих. А дальше Бог усмотрит. Если я у Бога, если Бог видит меня, если хочет, он дьяконом, чтобы я был, он сделает, да? Я не знаю, сделать или нет. А если Богу угодно, ну, кто-то там как-то сватать начнет вас или что-то. Я наоборот отбивался. Люди столько время тратят, устраиваются где-то в кочегарке, чтобы при церкви быть. Я знаю, что у меня другое избрание. Я знал свое избрание где-то с пяти лет. А как знал? Тяга к молитве. Определитель – это молитва. Молитва и страх Божий. Ну, понятно, понятно. Понятно, поэтому, ну, даже сейчас пока оставьте об этом разговор и никогда больше не поднимайте. Молитесь. Если Богу угодно, Господь как-то сделает. Ясно, ясно. Внутрь себя, а то еще хуже будет. Угу, угу. Ладно. Понятно. Ну, все пока. Ну, все хорошо. Через месяц можно к вам выйти еще? Через месяц, если вопросы появятся. Напишите внизу по скайпу, могу ли я принять. А так заходите внезапно. А у меня… А я не умею, Игнатий Тихонович, я не умею, не разбираюсь. Да там не надо разбираться внизу прямо, вот где скайп, а там только курсором ткни и там пиши буквы. Семен, ты умеешь. Семен, ты умеешь так делать? Так. Чтобы Господь определил меня. Я за вас буду молиться. Я и так молюсь за вас. Как? Пока. Отключайтесь. Во славу Божию. Во славу Божию. Уrio. Пашу. Девушки отдыхают. Поиска.